А вот жители 18 микрорайона Майкудука устали бороться с халатностью коммунальщиков. Вот уже полгода подвалы хрущевок наполнены водой. Жители беспокоятся за аварийное состояние домов. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Аиды Ибраевой. Из-за халатного отношения к своей работе коммунальщиков, жители 18 микрорайона страдают на протяжении пяти месяцев. Ремонт водопроводных труб проводится неоднократно, однако работа представителей коммунальных структур абсолютно безрезультатна. Вода, которая по идее должна идти в дома, наполняет подвалы, жилья и улицу, где расположена пятиэтажка. Тем самым доставляет неудобства не только самим жильцам и соседям, но и ученикам школы, расположенной неподалеку от дома. Уже и КСК обращались, КСК на них уже тоже звонили, выходили, и все равно как было. Последний раз пришла техника, пришел экскаватор, трактор, постояли, музыку включили, чай попили, сели в машину и разъехались, так и ничего не сделали. А там, видать, отчитывается, что ремонт произведен, а вода как бежала, так и бежит. Вот именно в этом колодце находится та самая неисправность, из-за которой вода, поднимаясь, попадает в подвал дома. Жители волнуются за аварийное состояние, о котором уже не раз сообщалось представителям КСК и Караганда-СУ. Недовольство жителей вполне объяснимо. Вместо того, чтобы выполнять одну и ту же работу, затрачивая при этом время и средства, не лучше ли один раз качественно подойти к решению данного вопроса? Банальные чопы не решение проблемы, считают жители. Приедут, выкачают воду, все сделали. Я говорю, с ними через окошко спрашиваю, вы все сделали? Все сделали? Я говорю, надолго? Это да, надолго. Я говорю, часа на два, на три будет, и все, вот это, я говорю, ваша выкачка. Ржавые трубы и подвал полной воды. Жители 18 микрорайона 19 дома не в первый раз борются с этой проблемой и уже не знают, куда обращаться. Проблему устраняют, но, как видимо, ненадолгий срок. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.